Здравствуйте, друзья! У нас на этой неделе должно пройти голосование по кандидатуре человека, которого представила администрация Трампа на должность судьи, члена Верховного суда. Там 9 человек, и так конституционно задумано, чтобы было 9, но нечетное количество, чтобы они всегда могли до чего-то договориться, иначе в каких-то ситуациях может просто возникнуть конституционный кризис, когда нет решения по тому или иному вопросу. И вот уже больше года суд работает восьмеркой вместо девятки. Там произошла такая вещь, значит, была абструкция со стороны, республиканцев, которые не позволили Обаме назначить, ну, не назначить, представить судью. Его на голосование не поставили, не поставили. Демократы, ну, утверждают, во всяком случае, выбирали этого человека так, чтобы, ну, как бы он всех устроил, то есть он, с их точки зрения, ну, его просто на голосование не поставили. Вот контролировавшие, значит, избирать конгресса республиканцы просто его не поставили на голосование. Более того, вот, например, сенатор Круз, да, который баллотировался президент от республиканцев, так он, ну, поскольку было понятно, то есть как бы все считали, что Клинтон победит, так он утверждал, что надо, даже когда Клинтон придет к власти, станет президентом, надо в течение четырех лет ее президентства блокировать избрание судьи и оставлять восьмерку там. То есть как бы абструкция была по полной. И вот они этого Гарланда, которого предложил Обама, они просто не стали рассматривать со словами, вот следующая администрация там, пусть разбирается. Вот так целый год страна была без одного члена Верховного Суда. И сейчас они предложили, Трамп предложил человека, который вроде бы даже был бы и ничего. Ну, то есть, как сказать, ну, вроде нормальный мужик. Но тут тонкость такая. Во-первых, у демократов как бы есть ощущение такое, что должна быть какая-то цена заплачена за то, что они сделали по отношению к кандидату Обамы на эту должность. Это первое. То есть как бы есть такая мстительность некоторая. С другой стороны, там, значит, что происходит? Когда были слушаны в Сенате, Горсыч, который в принципе мог бы набрать достаточно много там голосов и на демократической стороне, в силу того, что он ничего плохого в жизни такого не делал, уж прямо чтобы его так мочить. Но он как бы отвечал уклончиво, что в некотором смысле можно рассматривать, как послать подальше, но вежливо. То есть они ему прямой вопрос в лоб. А он уклончиво, а не ему опять, а он уклончиво, а ему опять, а он уклончиво. То есть, грубо говоря, проигнорировал. Так что, и как бы вот, много народа там на него обиделось и сказали, какой-то слезняк, какой-то нехороший человек, не будем за него голосовать. А Сенат Соединенных Штатов, вот почему мы сейчас в конституционный кризис как бы влетаем. Сенат Соединенных Штатов устроен таким образом, что там, ну не все решения принимаются большинством 60%, но достаточно много серьезных решений должны приниматься большинством в 60%. И задумка этого, так сказать, состоит в том, что если в Палате представителей, ну просто большинство и большинство, то должно быть такое место, где стороны должны договариваться, искать компромиссы и так далее. И вот таким местом должен был бы быть Сенат. Там и народ поменьше, да, там это не Палата представителей, там всего 100 человек. Они должны были бы договариваться. Но дело в том, что для того, чтобы договариваться, люди должны хотеть договариваться. Понимаете, если они не хотят договариваться, то возникает некая блокировка, где меньшинство, меньшинство блокирует решение большинства. А договариваться, оно, скажем, отказывается. Говорит, а пошли вы все нафиг, говорит, вот, скажем, меньшинство. Но если у вас, например, партия, и у этой партии больше 40%, ну, допустим, 42%, 43%, ну, даже 41%, эта партия уже может заблокировать решение. Вот 59% не смогут через Сенат провести решение, потому что нужно 60%. И вот такая вот блокада возникает. Называется, есть процедура такая, называется филибастер. Ну, как бы, как сказать, выходят люди, болтают, болтают, их нельзя по времени ограничить. И чтобы времени терять, просто вопрос снимается с голосования. То есть он на самом деле даже не ставится на голосование, если понятно, что большинства нет, и филибастер там, значит, может быть. Но чтобы филибастер остановить, нужно проголосовать. 60% должны проголосовать за прекращение прений и переход к голосованию. Поэтому, если нет 60% для перехода к прениям, то, соответственно, значит, никто и на голосование не ставит. В общем, такая история. Но есть одна фишечка интересная. Значит, фишечка состоит в том, что большинством, 51%, Сенат может принять решение изменить правила. Вот как интересно. Значит, для того, чтобы отменить, прекратить прения, нужно 60% голосов. А для того, чтобы изменить правила, нужно только 51%. А у республиканцев сейчас 52%, то есть даже больше. Поэтому они говорят так, если демократы будут блокировать этого Горсича, а реально они будут его блокировать, потому что он действительно не смог заручиться симпатиями сенаторов с той стороны. То есть изначально, когда это все только начиналось, было ощущение, что беспроблемно его утвердят, как бы все такое. Но вот он своими действиями что-то сделал. То есть вопрос не в том, чтобы правила изменять. Вопрос в том, что кандидат, ну вот, конфликтный как бы получается. Или, скажем так, недостаточный, бесконфликтный. И вот они сейчас могут изменить эти правила. И они говорят, да, знаете как, когда нет сторон, которые хотят договариваться, соответственно, значит, ни с той, ни с другой стороны, так сказать, нет желания соблюдать правила. Значит, демократы говорят, если они поменяют правила, хрен бы с ними. Республиканцы говорят, если вы, значит, будете нам мешать, мы поменяем правила, нас больше. Вот нас больше, мы можем поменять правила. И вот идет вот такая бодяга. Больше того, в 2013 году аналогичное изменение правил было сделано с демократами. Но там действительно, я не хочу сказать, что это было хорошо, то, что они сделали. Но я хочу сказать, что обстоятельства, при которых демократы это сделали, а там был просто саботаж. Вот все 8 лет правления Обамы со стороны республиканцев шла какая-то патология саботажа. И, ну вот что было делать, я не знаю. Но, во всяком случае, демократы тоже поменяли правила, только касалось это не судей в Верховном суде, а касалось это судей в, просто, федеральных судей. И, да, палка эта, на самом деле, еще и о двух концах для, например, республиканцев. Они могут изменить правила сегодня. Но через полтора года выборы будут очередные, там сколько-то осталось-то, в ноябре 2018-го будут очередные выборы. И как бы запросто может случиться, что лишний голос будет у демократов. И вот и все. И это как бы абсолютно вероятное событие, которое, ну как бы сказать, даже я не знаю, наверное, если статистически посмотреть, я не смотрел. Но вот просто как житель страны, сколько я себя помню вот тут, ну скажем, 26-27 лет, У меня такое ощущение, что гораздо большую часть времени Сенат был с большинством демократическим, чем, например, с республиканским. И тенденция, мы знаем именно в эту сторону, тенденция в сторону либерализации. То есть, может быть, всплеск там туда или всплеск сюда. И на самом деле, нет такого, что республиканцы там у кого-то что-то выиграли, или там Трамп у кого-то что-то выиграл. Это просто фатальное поражение демократов, которые не способны были ни к чему. А так, если они так немножко подсоберутся как-то, если они будут в состоянии подсобраться, то никакого шанса не было ни у кого против них, на самом деле. Поэтому, к чему я говорю, к тому, что если республиканцы это сделают, то это будет на самом деле статистически, как бы на продолжительном промежутке времени, это будет против них. Но, с другой стороны, если бы конституционно исходилось из того, что есть стороны, которые должны договариваться, и они, в принципе, не против договариваться, то сейчас мы имеем ситуацию, когда они договариваться не хотят. Соответственно, возникает блокада такая, когда меньшинство в состоянии просто саботировать, злостно саботировать работу законодательных органов. Поэтому, может быть, оно и правильнее так, дать большинству возможность все-таки проводить какую-то политику, если договариваться, ну, вот не с кем, что ли. Поэтому, даже не знаю, чего сказать. Но, просто, не занимая там каких-то позиций, или там не принимая чьей-то стороны, я хочу сказать, что вот такие бывают кризисы конституционные в некоторых странах. Вот у нас, например, тут вот на американской земле. Видите, как человек ехал тут мне навстречу и помешал культурно заехать на парку. Так, сейчас мы это преодолеем. Мы преодолеем. Мне просто надо видеть, что там. Ага. Давайте я разверну на себя, чтобы не получилось, что я к вам невежливо, как бы, можно сказать, задом повернулся. Нет, мы не такие. Так. Все. Значит, почему я начал об этом рассказывать? Это тема, которая сейчас очень сильно обсуждается. Вот если вы поищите на nuclear option, вот это вот nuclear option, это когда можно изменить правила, правила работы Сената. Это не меняет всех правил. Это меняет правила конкретно по избранию, вот, вот, или там, приятию решения, вот, по этому вопросу. Так же, как демократы тогда изменили правила для избрания федеральных судей впредь, да, вот, они тут изменили, и дальше уже до упора это будет. Вот, то же самое и сейчас. Если они изменят правила, это будет касаться избрания членов Верховного суда впредь. То есть вот сейчас и впредь. И, в общем, очень много пишут об этом, и уже на протяжении некоторого времени пишут. Но я не трогаю эту тему, поскольку я был уверен, что они, как бы, совершенно спокойно его пропустят, мужика. Но вот он, он действительно странно себя повел, уходя от ответов на вопрос, и разозлил многих. То есть, когда я задаю вопрос, я хотел бы получить ответ, понимаете, а не то, чтобы меня послали куда-то вежливо. Поэтому, в общем, такая была, вот такая фигня получилась, малята. Счастливо!